Девушки отдыхают Что-то не так? Ну, я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Эдвард Кенвей! Но ведь... но ведь Голливуд так и начинался. С пиратских фильмов. Дуглас Фэрбэнкс, Эрл Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам. Ой-ой-ой. Именно. Обсудим это на встрече акционеров. Да. Жду с нетерпением. До встречи, Летиция. Салюй, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы заняты. Я посмотрел ваши данные. Очень мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось. Красивый город, правда? Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Я бы не стал давить, мне все равно. Но кое-кто из руководства Abstergo Industries тянет из меня жилы. Так, следуйте за цепком по обсерватории, и мы... О, простите, звонок. Я отвечу. Еще поговорим. Бонжурный. Ален, бонжур. Oui, oui, oui. Ту в объем. Натюральму. Бон, дако. Бонжурный. Продолжение следует... Коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие с твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выводить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру. Это просто. Подходишь к ее анимусу, логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись. А то и ты начнешь меня бесить. Продолжение следует... Продолжение следует... Дверь закрыта? Не проблема. Моя привилегия — первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Логиньте. Расскажу, что делать. Так. Подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры. Я хочу, чтобы вы выглазить. Продолжение следует... Супер, файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. 23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Desmond Miles. Объект был мертв. Время смерти примерно час 07. Условия благоприятны для взятия образцов ДНК. Изначально у нас были сомнения в безопасности зала, но благодаря знаниям и навыкам группы мы смогли взять ценный материал. Я лично реквизировал рюкзак объекта и после тщательного осмотра извлек ряд предметов для всестороннего анализа. На правой кисти объекта ожоги высокой степени. Кость обуглена, что указывает на спонтанное воздействие высоких температур. Если честно, такое мы видим впервые. Голова, шея и торс остались нетронутыми. Я лично выбрал агентов для изъятия образцов крови и слюны. Затем мы начали извлекать материал и сумели сохранить несколько хороших образцов. Мы уже начали анализ и сортировку данных, которые идут исключительно легко. Благодаря облачной базе данных и третьей группе изъятия образцов Абстерго, объект 17 продолжит существование как образец 17. Субтитры создавал DimaTorzok Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не дуби. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучает. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, оно давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Ха-ха, я серьезно, это незаконно, так что не дури. Если можешь, конечно. Слушай, я так долго не протянул. Не работа, а черт-те что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет, 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 нет. Я все делал... Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну, тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер. Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, Чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Эй, мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, нет, нет. Это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Техслужба на второй этаж. Проект образец 17. Эй, ты куда? На рынок? Нет. Я. Родители попросили вернуться. И я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной? Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж. Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тэдж здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме Рома и Разбоя. Клянусь честью. Найдешь, что дай знать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...